Валерий Седов Елена Сорокина поручила решить накопившиеся проблемы во дворах Рязани. Об этом она заявила на личном приеме граждан. Так Рязанка пожаловалась, что вдоль домов 50, корпус 1 и корпус 2, на улице Соборной паркуются машины, из-за чего пешеходам негде ходить. Мэр поручила районному префекту выйти на территорию, после чего представить предложение по обустройству прилегающих территорий, чтобы соблюсти интересы жителей. Управлению благоустройства мэр велела связаться с заявительницей и депутатом по этому округу. Елена Сорокина сказала, что список дворов, нуждающихся в ремонте, формируют именно представители депутатского корпуса. Обещала обратиться для внесения этого адреса в список благоустраиваемых дворов. По этой же программе отремонтируют и междворовый проезд. Поговорили и про улицу Пожалуйста, там заливает двор во время дождей. Пожаловались рязанцы и на Полевую улицу, в микрорайоне Дашково-Песочня. Там требуется провести ямочные ремонты и восстановить дорожное покрытие после ликвидации аварии. Мэр поручила провести выездное совещание при участии заявителей на месте, выявить проблемные участки и дать конкретные предложения по решению вопросов, с которыми к ним обратились люди. Опубликован график отключения горячей воды на июнь от РМПТС. В него попали почти три сотни объектов. Львиная доля – 225 позиций в списке жилые дома. Также в списке 23 детских сада, 5 школ, вузы, общежития, медицинские, спортивные учреждения, административные и другие здания. Преимущественно отключения продлятся две недели. Однако есть ряд адресов в поселке Преокский, где горячая вода пропадет почти на месяц – с 20 июня по 23 июля. В списке детские сады номер 13, 89, 104, школа 46, больница номер 5. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте МУП РМПТС. Управление сообщило, что сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города. Уж сколько раз твердили миру о том, кого, а главное, почему нельзя пускать в свою квартиру. Зачастую эта история всегда разворачивается по одному и тому же сценарию, где в итоге таинственный незнакомец оборачивается мошенником, а из квартиры ничего не подозревающих людей пропадают деньги. В нашем случае так и произошло. Первые сообщения о похищении денег у рязанцев стали поступать еще в феврале. Пострадавшие рассказывали полицейским стандартную схему. Приходит незнакомка и выманивает деньги, а иногда просто отвлекает внимание хозяина квартиры и уже после похищает сбережения. Говорила, что людям меняются деньги банка приколов. Я давала им деньги банка приколов, а хорошие деньги забирала. На сегодня установлено 8 фактов хищений. Пострадавшие пенсионеры от 72 до 89 лет. Суммарно у них украли 713 тысяч рублей. Оперативники возбудили уголовные дела сразу по двум статьям. Мошенничество и кража. Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Оперативники Управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отделов ОМВД России по Московскому и Железнодорожному районам Рязани установили, что к хищениям причастна 45-летняя жительница Тульской области. Полицейские выехали в соседний регион и там задержали злоумышленницу. Ранее эта женщина была неоднократно судима за серии краж и мошенничеств, совершенных в жилищах пенсионеров во Владимирской области и провела в местах лишения свободы более 7 лет. Сейчас тульская гастролерша арестована. Рязанские полицейские проверяют причастность арестованной к другим аналогичным преступлениям. В Рязанской области открыли мемориальную доску Роману Ражеву. Боец погиб при исполнении воинского долга на территории Северного Кавказа. Памятную доску установили на фасаде Кораблинской средней школы, в которой и учился Роман Ражев. Инициатива установки памятной доски принадлежит ветеранам СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области. Роман Ражев погиб 6 марта 2000 года при выполнении воинского долга на территории Северного Кавказа. Его разведгруппа получила задачу провести разведку местности в районе Комсомольского и занять там круговую оборону. Колонна с Ражевым была обстрелена. Сам Роман получил смертельное ранение, но смог выйти из машины и сделать два выстрела из гранатомета. За смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Роман Ражев награжден Орденом Мужества посмертно. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие директор Кораблинской средней школы, отец Романа Александр Ражев, председатель Совета ветеранов Росгвардии Олег Лагуткин, помощник начальника регионального управления Росгвардии Сергей Ларькин, ветеран СОБР Василий Тришин, ветеран Рязанской областной прокуратуры, почетный житель Кораблинского района Дмитрий Плоткин, а также представители администрации района и учащиеся школы. В завершении участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске и почтили минуты молчания память погибших на Северном Кавказе и в других горячих точках. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Говорить об успехах взрослых спортсменов можно долго. Годами они шли к своим достижениям. Мартин Кузнецов – новое имя в мире тайского бокса. И пусть ему всего 9 лет, результаты удивляют и специалистов, и зрителей. Спортсмен в синем, который наносит сразу несколько ударов коленом своему оппоненту – 9-летний рязанец Мартин Кузнецов. Это всего лишь шестой бой в его карьере тайского боксера. В этот раз Виктория по очкам. А всего несколько дней назад Мартин победил в другом поединке. Безоговорочно. Золотая медаль в кубке маршала Жукова. Выиграл его я в третьем раунде. Мы работали в клинче, и он упал и подвернул себе ногу техническим нокаутом. Это уже кадры того боя. Мартин все так же в синем. Вот оба падают в клинче, но боец в красном встать уже не может. Это уже второй триумф за неделю. Это тяжелый спортсмен в синем углу. Кузнецов Мартин. Он занимается с осени и вкатился быстро в тренировочный процесс и умудрился выиграть. Не все взрослые спортсмены так у всех получается выступать. За семь дней ровно, за одну неделю он умудрился выиграть два турнира. Мартину Кузнецову всего девять лет. За год он провел шесть боев, четыре из которых выиграл. Естественно, из-за возраста у него есть и свои послабления. Раунды длятся всего минуту, а тренировка идет час небольшим. Тренер Владимир Печорских рассказал, что у детей упор идет больше на физподготовку и на закалку характера. Однако и в этот минимум для своего возраста Мартин выкладывается по-взрослому. Сейчас спортивный сезон по тайскому боксу на исходе. Если бой и будет, то только в конце мая. Но тренер пока загадывать не спешит. На лето распишут программу, чтобы уже в сентябре быть готовым к новым вершинам и спортивным вызовам. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Пять матчей без забитых мячей – это окорчающая статистика. Похоже, антирекорд футболистов Рязани в этом сезоне. В матче с дублерами подмосковных Химок наши ребята могли прервать эту серию. Но что-то снова пошло не так. Футбольный клуб Рязань, похоже, просто доигрывает сезон. Результаты последних пяти матчей – обескураживающе. Три ничьи, два поражения, в графе забитые мячи – ноль. Последний раз подопечные Дмитрия Сережкина забивали месяц назад юношам подмосковных Химок. В ответной встрече болельщики были вправе рассчитывать на забитые мячи. И с первых минут команды начали, что называется, без центра поля. Вот только в завершающей стадии все выглядело как-то академично. В первом тайме, может быть, где-то нервозность подвела. Первый тайм, скажем так, неудачный. Хотя имели тоже несколько моментов, достаточно неплохих. Но потом заменами перевернули. Я думаю, что второй тайм был более веселый и содержательный. Без голов, к сожалению. Никак не можем забить гол. Ну и у наших ворот тоже было несколько моментов. Я думаю, что у нас Леонид сыграл здорово в этих моментах, выручил. Действительно, галкипер Рязанцев Леонид Балаганский, наверное, один из немногих. Кому по матчу с Химками нет ни одного вопроса. Надежно страховал на выходах, аккуратен был на ленточке. Тем более, что во втором тайме основные события происходили уже на половине поля гостей. У нас сегодня получился третий выезд подряд. Поэтому ребята молодые. Но физиологию не обманешь. Поэтому тяжело было и им, и нам. До конца чемпионата рязанским футболистам осталось провести четыре встречи. Две из которых дома. И если на выезде отсутствие забитых мячей еще воспринимается вполне приемлемо, то дома огорчать своих болельщиков уже, наверное, хватит. С родиной и вторым составом армейцев из Хабаровска ждем результативности. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное, качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там снова работает выставка продажи икра и рыбы камчатская. Выставка продажи икра и рыбы камчатская снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбу холодного и горячего копчения. Выставка продажи проработает до 21 мая включительно. Чивыча, палтос, нерка, омуль. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола на том же месте. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежестью та отличается от этой. Чарующий аромат так и манит к прилавку. Чивычу любят за неповторимый вкус и свежесть. Чивычу куплю. Очень вкусно я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравится очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая и вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красное. Да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес. Который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергию и силы. А также активизируют обмен веществ. По телевидению передавали, что на первом этаже продается в Камчатской районе. Покушать надо. В Камчатской вкуснее. Икра тоже вкуснее. Шустро работают. Не обвешивают. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. По лакомице и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 21 мая включительно. Мобильная ярмарка с Камчатской рыбкой ждет вас. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ «Премьер». Продолжение следует... Продолжение следует...